Книга Бытие, глава сороковая После этого Виночерпий царя Египетского и Хлебодар провинились перед господином своим царем Египетским, и разгневался фараон на двух царедворцев своих на главного Виночерпия и на главного Хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им, и пробыли они под стражей несколько времени. Однажды Виночерпию и Хлебодару царя Египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находящихся с ним в доме господина его под стражей, говоря, — Отчего у вас сегодня печальные лица? Они сказали ему, — Нам виделись сны, а истолковать их некому. Иосиф сказал им, — Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. И рассказал главный Виночерпий Иосифу сон свой, и сказал ему, — Мне снилась вот виноградная лоза предо мною. На лозе три ветви она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараонов в руке у меня. Я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. И сказал ему Иосиф, — Вот истолкование его. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его, по-прежнему быкновению, когда ты был у него виночерпием. — Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу. Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу, — Мне тоже снилось. Вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей. И отвечал Иосиф и сказал, — Вот истолкование его. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя. На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слух своих, и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слух своих, и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараонову, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его.